доброе утро страна мы уже встали в 7 утра даже раньше дети в начале 8 прям 7 10 наверно поехали в садик я завтракаю яичница с помидорами огурец и лаваш гришку даже не стала будить хочу в тишине покушать а потом гришка поезд со своими мультиками готовим зеленый борщ красный до сощавлено с яйцами вот этот вот человек уже дома папа его привез потому что он сказал что у него болит живот где болит да цови гришу обедать и в школу даже за маленькая ляля конечно кто мне говорил что ему не надо пить сироп от кашля мама что говорила же гришку повезу у нас очень пасмурно серо но птички поют что-то не в палисаднички и досмотреть уже начинают васильки распускаться мне нравится что они разноцветные вот вроде бы один куст но этот уже синий а этот вот такой вот с фиолетовой серединкой этот вообще третье расцветки общем они все разные и это здорово скоро уже пиончики вот уже начинает взрываться один бутончик дождика нету хорошего чтобы их полить дождик конечно покапал на посмотрите вон вся земля в трещинах нужно все-таки тянуть шлангу потому что на дождь надеяться нам нельзя все гриш садись и акация вот вон она вся белая вся в цвету и аромат конечно все курю опять перелазить пока сейчас будет пряники и пирату выбирая рисунки картинки будет попугай вот такой вот пиратик сейчас все корабль и акула вообще акула мне нравится больше всего не знаю почему мне нравится такая красотка но она супер по моему смотрите на ее зубы вот буду делать прянички короче хочу и сплю вообще чувствую себя какой-то сонной мухой потому что мальчики уже дома вчера купили hot wheels детском мире купили же трошку подарок вот такую вот муху он просил вообще паука ну паука на пульте упражнения мы нашли только после того как купили эту муху а поэтому будет вот такая вот муха клевая как будто гироскутер стой стой мама она даже лучше чем этот пул афоня афоня вот оно мое пряничное настроение занимаюсь сейчас пряниками буду как все высохнет и весь айсинг хорошенечко застынет то завтра наверно уже буду печатать картинки красота у нас тут разведнилось немножечко ну хотя опять тучи заходят белье мое не знаю полоскалась тут сегодня тебе не холодно антош может штаны точно а качели не мокрая надо одеяло наверное а как же она сухая если дождь шел ты куда афон у меня дрова да печку печку вчера кстати заказали подготовились уже к бессмертному полку девушка коля у нас есть прошлого года а это сержунина родственники мы их тоже в прошлом году ходили с их портретами но они были просто фотографии вот в этом году мы заказали уже бессмертный полк вот леник михаил васильевич мы к сожалению их не застали но он был прям он военный был с хорошими наградами а вот это вот и муж и жена тоже воевали уже умерли в наше время то есть после войны вот поэтому пойдут тоже с нами бессмертном полку в камышеватке все а вот этот михаил васильчон в городе в городе жданове на украине или в украине правильно говорить жил и в честь него он был спортсменом и в честь него даже какие-то игры какие-то соревнования проводятся башка галя говорила что до сих пор в честь него соревнования проводятся в городе жданове или жданов данные направлено напишите вы подготовились к бессмертному полку пойдете ли ходите ли вы вообще на парад потому что мы обязательно каждый год ходим в прошлом году или в каком-то году нет в прошлом по-моему было прохладно дождя не было в какой-то год шли прям под зонтиками шел дождь но мы по-моему не ходили ну именно гриша был маленький сижу не ходил сам но мы все равно ходим несмотря на то что на работе это обязывают к этому но мы и сами тоже понимаем что нужно что память это самое важное что есть у людей так собираемся на карате и тут хоккей слушаем по авторадио наши в беларуси играют приехали с карате покажись купили 200 рублей в люксе стоит пилотка мне кажется вообще демократичная цена ну купила только гришкину надо по-моему всем покупать да а мы идем на свет в конце туннеля пока нас не было пока мы были на карате и у тети любы папуля тут не останавливаясь газ нам проводит работа да